да вот тут решил открутить эти саморез не могу никак открутить и здесь также да конечно мне пришлось выкопали 26 ямок столбушки лагерном огородчике лопата очень хорошая красная и в этом месте я когда там в ямке то делал надорвалась она вот так вот я чуть заметно трещу но дальше никак нельзя что-то надо наварить заплатку да наварить но я не знаю может заплатка или как-то тогда это андрей взял у меня чтобы например вот у него то сварочного нету да да у меня сварочный я принесу ему понятно ну и слава богу когда холодно так я распускаю уши вас там кто козел сейчас я его отведу поросю или поросенок это тот который все есть вот он вышел ну-ка я видел как варлам с ним играет он его толкает ну-ка да хорошенький пол у него такая борода замечательная давай просто заработай за ушами ого Володя идет еще один козел да опа а то идет то не случайно а то мы решили сделать подарок никто не знает как звать козел тоже зовут подарок а тебе брат еще одно то прими его вот так надо хороший крепкий вот сюда поставь где-нибудь чтоб не мешал кому подвозь вот интересно почему назвали козел что у него рога ну из-за рогов наверное ну верно что крепко сделают а что вот это да вот это привезти в любое место понятно ну наверное из-за рогов это мы тебе дарим спаси Христос ладно нужная вещь хозяйстве так я вот хотел как раз сказать а почему назвали козлом то нашего то вот это деревянный козел в чем они похожи рогами наверное хотя ну рога ну есть да у козла рога большие может быть вот правда из-за вот этого а у этого только нет а вот интересно когда рисует бафомет то есть сатана ну знаешь кто это дьявольское отродие всегда козла рисует почему рога такие ну потому что наверное бог сказал что они на левой стороне о на левой тут без этого никак надо связь какую-то иметь я иногда задумаюсь дети когда у меня в лагере были я говорю ты еще не родился а тебя уже ждали как ждали все подготовили ты знаешь одежду как трудно было человеку сделать шкура была господь что дал то чем он припоясывал их там а вот научиться ткать да чтобы такая нитка была тоненькая да она нитка это в ушков дернуть это прошли столетия кто изобрел швейную машину он никак не мог понять как чтобы шов то был я однажды во сне увидел идут воины идут копья несут и в конце копья ушко дырочка то он понял что надо ушко делать не сзади как иголка об это который шьем то а сделать впереди как у швейной то и дело тронулось вот такое дело вот есть такое у людей желание познать а почему именно так в этом народе вот у немцев есть такое слово фло наккар что то давит меня тут вот фло наккар фло это блоха а наккар ноготь к ногтю подобрать блоху давануть и как ее перевести по-русски я скажу давитель блохов скажешь такого нет а Владимир Ильич Ульянов когда учил язык он перевел крохобор крохобор понятно вот у нас говорят как не играй с огнем а почему что такое не играй с огнем смысл какой опасность опасность так вот надо знать как переводить есть переводится по словам по словарю а это запоминает выражение а у немцев так так маленький нихт там битойфа анденбанден не рисуйте чертиков на стене не рисуйте надорисуешься что они со стены то в тебя залезут вот вот таких выражений очень много их только запоминать как-то надо я вот человеку когда я рассказываю смотри тебе окна нравятся а раньше то надо как бычий пузырь маленько отделывать чтобы свет проникал а это стекло ультрафиолетовые лучи задерживает не гниющее хоть тысячу лет будет лежать в земле ничего нету и выплавляет фактически песок задействован вот вот чтобы научиться фосфор делать шелк в Китае то черви это делают если кто куда-то хоть одного червяка унесет смертная казнь и послы были и внутрь жезла заложили и дома теперь развели это все за этим стоит я говорю двери на шарнирах они ж так не были а сейчас двери еще бывает выдвигаются а бывает переламываются как в автобусе я говорю тебя еще не было а мир все готовил чтоб тебе было удобно поэтому оцени себя ты творение Божие и должен не наркотиками заниматься не хулиганить не как попало дорогу переходить берегись тебя ты храм Божий ребенку чтоб запомнилось я все показывают дерево как распилить так пилить то не было как сейчас ты знаешь как пила такими один вверху стоит другой внизу и они вот так как лев толстой говорит когда пилит бревно то ему 4 пункта мяса это как раз а когда ничем не занимается до утра в карты играет то у него один клапан открыт только на блуд куда энергию задеть это он рассуждает вот я хотел как раз вот я хотел как раз о козле поговорить посмотреть а что тут общего у них ну наверное о рогах вещь идет а ты взять два рога и четыре ноги и у нас смотри два рога и четыре ножки шесть 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 я вверху беру вот так это увеличивает да какой он хороший да печальный такой ну что такое Козы-то тебя слушаются или нет? Или ты подкаблучник? Ну да Нет? Сейчас показали ролик мне Девочка одна не пришла на линейку И там Пусть говорят, кажется, да? Передача такая Там Малахов вел, его убрали Что-то он там заправославно заступился А сейчас новый, боевой такой парнишка И живут там где-то Приехали издалека Из Белоруссии И у них много поросят, 60 что ли там 40 Да, сколько свиней, какие-то полосатые Как будто дикие И девчонка выходит, ей 9 лет Как Маша звать ее? И он Андрей, а она Людмила И ребенка в школу не пускают И какая у них там из этого получилась И теперь кинулись, а ребенка нету Стали искать как мертвого Сейчас им сделали там Это очень интересно В интернете посмотреть И их в студии вызвали И мать, и отец, а потом и девочку вызвали А когда вызвали, скажи, вы потише здесь Это все-таки девочка тут Эмоции свои не проявляйте И что с ними там было, как говорили Там и опека, и отнятие ребенка И все только не было А она в платке пришла Он с бородой А девочка маленькая, 9 лет И там недалеко храм, она все время бегает Она в школу не ходит А сказали, почитать можешь? Она открывает псалты, все по-славянски считает Надо увидеть Ну, если бы были рядом Там можно было поговорить Но видно, что ни священное писание нету И никак в школу Она же отстает А как она будет в мире общаться? У нее ни сестренки, никого нет Корова, телка, много куриц Она везде там ходит, подает Она очень боевая, а слова охотливая такая И отец ее решил наказать Она не накормила, раз порося, а другой Он говорит, а разве хорошо? Они жалуются Богу И тогда я ей сказал Ты надень платье там, как-то тебе не так больно Я по попке тебя поучу Ты не понимаешь Она из дома сбежала Ее не было несколько дней Они знали, она день-то где-то там Подружки ходят и знакомая там где-то А она на ночь Зарод сено, зародится и там Вот ребенок не знает, что дальше будет Но она не жастащилась и маму любит Мама очень хорошая, она говорит Вот папа-то меня наказал И поэтому, он говорит, я говорил не раз И чтобы рубцов не было Я, говорит, я сказал, ты оденься как следует Колготки, платье Да Это мне скинули, а я Володю сейчас отдал И вот когда начинаешь говорить о русском языке Имена Надо знать Родилась девочка Ну видно, что она смуглянка, молдаванка Черные волосы Светлана Мелания Мелания это означает темная Вот Девочка маленькая, Варвара Варвара означает грубая, невежественная В чем она проявилась? Ну Варвар, мужское имя Есть двости имена, кентавры Александр, Александр Валентин, Валентина Вот такое А бывают имена, которые его никак не сопрягаешь с другим Только так И это неплохо знать Он говорит, если девочка ваша нигде Донимают Батюшка сейчас позвонил Как он тебе сказал? Он говорит, мы сидим сейчас беседуем Там видим у отца Иоанна О, уже в Туле Да, да, да Учера позвонил вечером Сказал, что он приехал И говорит, у нас вопрос возник Какой канон, который запрещает вход в алтарь Посторонним и женщинам Вот и говорит, и попросил задать Иоанна Начал еще вопрос А я думаю, как Батюшка же все-таки А я говорю, как Влажнический собор Там 34 или 34-я пара Как он не знает Он все-таки священник У меня коснулось как-то В синоде сидели Люди какие-то А он тогда секретарь был Епископ Иларион Сейчас метрополит Там западно-североамериканский Капрал фамилия Ну и я тут сижу там Журнал считают И они какие-то претензии И он признал, что они правы Что-то в чем-то как-то Сейчас не могу даже припомнить где-то Он им сказал, вы выйдите Я пока документ составлю Когда они вышли А я и говорю Владыка А они не правы А почему? Я говорю, Карфагенский собор Правило 101 Говорит вот так вот Правило так Да вы что, он глянул Правда А ну забей их сюда А они зашли Он говорит, правило говорит Вот так вот И я поэтому Когда они вышли Бумагу я вам сейчас составлю Ладно А потом он мне говорит Никуда не уходи У меня тут еще жалобщики пришли Да вы что знаете Я говорю Три года над канонами сидел Я их переводил на русский язык Симфонию составлял Группировал по группам Смотрел Какой раньше возник Какой позже На каком соборе Это серьезная работа А кто тебя подвигал к этому? Александр Иванович Устинов Твой деда Через него я впервые познакомился Со столкованием Андрея Кесаренко-Падокийского Откровения Иоанна Богослова Но у него в доме не было Нового Завета Я ему подарил Новый Завет на русском языке Мы были очень близкие Сейчас люди все удивляются Как так? Там Федя против Терпеть не может А Александр Иванович Когда меня освободили В 80-м году Он первый прилетел в Барнаул И додумался еще мне ноги мыть Кое-кое-как мы договорились Если ты мне уже никак по-другому нельзя Тогда ты сейчас будешь сидеть Я тебя тоже вымою Вот Господь как сделал И когда мне было жить Негде еще Это пришел наш кот Рыжий Рыжий Иди сюда Рыжий, иди сюда Иди Умница ты мой Ой-ой-ой Что мне с ними делать Не знаю Шесть кошек Навалилось на меня Ну и с Александром Ивановичем Мы могли рассуждать на любую тему Я всегда узнавал Где он работает Он говорит Картошку завтра садить Все, я с ним Если где-то что-то добывать Я обязательно Каждый раз Что-то узнать новое И он еще рассказывал Я после Имея магнитофон Записал Ни у кого родных Этого нету Бесед таких И где-то они у меня целые Кое-что переведенное В книге даже Уже Показали И он говорит Вот такие это винограды Сорта А я говорю В Иссурийске был В тайгу там забрел Где А эти сорта А эти сорта выведенные Мещуриным Они говорят В природе Совершенно одинаковые Он был очень сильный И смелый Такой смелый Я попутно все сказать Когда его приговорили к расстрелу За то, что распространял протокол И сразу судят Ну ты понял Что? Понял Завтра буду с Господом Нет Суд учтет ваши заслуги А он был Кажется Начальник радиостанции У Рокоссовского Всю войну На передовой Он рассказывает Сколько смертей Мины Как картошку сажают Ни один осколок Меня не дронул И вот он все это Учтем Говорит Не надо учитывать Я не желаю Но они сами Милостливый суд Самый добрый Заменили на 25 5 выселки И 5 поражения в правах Но просидел 2 года 4 месяца Вождь Скопытился Как Солженицын говорит Александр Иванович Поехал домой А у них там был еврей один И говорит Александр Иванович Смотри Он никогда не видал Думает Он долбанет тебе по лбу Гонит петуха А для него то он страус И вот он Видел во сне Облако Из-за облака Булава Меч Кажется И копье Это Александр Иванович Ему рассказал А этот еврей Говорит Я не знаю Вроде Я тебе Тогда скажу Помолюсь Он молился Пришел и говорит Три Это означает Через три дня Ты освобождаешься Он говорит Кто у меня Впереди еще 20 лет 21 год Освобождаешься Александр Я не знаю Почему Говорит Но именно так А это означает Так Тебя Господь Предупреждает Свою жизнь Построить так Что грядут Великие Бедствия На землю Но так Как это было Заточие При тебе Этого Не случится Мне Говорит Все так И было Это я От него Что узнавал Только И вот Когда Какие-то Новые слова Были Александр Иванович Всегда Разбирал Откуда Происхождение Почему Так Вот мы Говорим Иугова А Яхва Мы Говорим Гитлер А на западе Там Хитлер А он Не Хитлер Не Гитлер Гитлер Г У нас Нет Такой Буквы Вот У нас Американцы Говорят Д Альвеолный Сбук Язык Между Зубами И сказать ДЗ У нас Нет Такого Сбука И поэтому А кто Приезжал Да вот Такой Это Его Не могут Даже Назвать Как Хрущев К ним Поехал Уже Два Дня Там И не Могут Правильно Фамилию Написать У них Нет Этих Букв Хрущев Хрущев Вот Так Вот И Человеку Нужно Знать Кое Что Нужно Вот Мы Разобрали Козел А почему Так И Когда Говорят Козел Ты сразу Спроси А какой Козел Который Подойдет На три с половиной Года Подвалится Или Вот такой Вот Нужный В хозяйстве Или Вот На котором Ты будешь Работать Радоваться Пилить И вспоминать Какой Был у нас Прекрасный День Как Мы Сретились Как Поговорили Ну Не буду Мешать Значит Лопату Если Можно У Андрея Там Что-то Привали Поехали Володя Пошли Мы Дровами Занимаемся Давайте